Создать современный музейный комплекс и выпускать кадры для театра на базе камчатских училищ предложили представители культуры региона. Владимир Солодов встретился с творческой общественностью края. На встрече затронули вопрос о создании современного музейного комплекса, который позволит не только решить вопрос о размещении просветительских учреждений, но и даст туристам возможность в одном месте знакомиться с культурой, историей и традициями полуострова. Я представляю одну из, да не одну, а самую старейшую организацию культурно-посветительных в нашем крае. Нам в следующем году, через год, целых 110 лет. Ни одна организация, ни промышленная, ни культурная, таким стажем похвастаться не может. У нас замечательная краевая науки библиотека в нашем городе, вы знаете ее замечательное здание музея. Вот видите, здесь зал филармонии. Построена новая детская библиотека, но, как это ни странно, так сказать, вот наш главный музей пока остается на задвор, так скажем, цивилизации. В свете развития предстоящего Петропавловска как одного из культурных центров, наверное, сюда будет большой наплыв туристов. Но ведь туристы маловероятно, что пойдут в театр смотреть или пойдут, так сказать, в библиотеку. А вот каждый, каждый из них практически заходит в музей. Таким образом, получается, что краевой объединенный музей есть лицо не только города, но и края в целом. А лицо наше старенькое, так сказать, маленькое, сморщенькое, еще и на задворочках. Вот. Я знаю, что существуют планы создания в городе музея боевой славы, ну или там, источник центра военного. Вот. А если все-таки попробовать как-то объединить, так сказать, все это в рамках нового, большого, красивого, современного музея, со всей присущей ему интерактивностью, и поставить этот музей в самом доступном месте для туристов, а такое место у нас недавно освободилось, это площадка возле здания правительства, и вот там, где стоял кинотеатр Камчатка. Владимир Солодов поддержал эту инициативу. Давайте проработаем, давайте концептуально посмотрим, какие вообще музеи мы можем объединить, где какая материальная база, где объективно есть потребность. У меня возможность задать вопрос президенту была спонтанная, поэтому у меня не было возможности так вот обстоятельно встретиться с вами, обсудить, поэтому я, ну что называется, окно возможностей, оно возникает, и им надо пользоваться в тот момент, когда оно открывается. Вот. Я искренне считаю, что музей воинской славы нам нужно создавать, потому что я уже прям день в день понимал, что у меня предстоит разговор, объехал наш выставочный центр, заехал в Краеведческий музей, посмотрел зал. Вот. И, конечно, мне понятно, что здесь большая перспектива есть, и нужно точно это делать. Коллектив Камчатского театра драмы и комедии отметил острую нехватку кадров. Актер театра Аркадий Хозяйчев выступил с предложением готовить специалистов на Камчатке. По его словам, это не обязательно должно быть высшее образование. Выпускать самостоятельно специалистов здесь, возможно, на базе училища даже нашего Камчатского, и создать такой курс, чтобы по 5-6 человек выпускать каждый год. Ребята могут дальше заниматься своей судьбой, уезжать отсюда, поступать в другие, более престижные вузы. Но я знаю, что какая-то часть с удовольствием останется здесь и будет работать здесь, на Камчатке. Владимир Солодов признался, что согласен с тем, что необходима ступенчатая подготовка с максимально широким охватом, которая потом дает возможность поступить в ведущие школы России и мира. И мы с Викторией Ивановной уже начали прорабатывать систему целевой подготовки, но, так скажем, назовем ее 2.0 или более серьезной, чем традиционная целевая подготовка, которая в том числе может подразумевать отправку ребят наших и подготовку здесь. И мне тоже нравится идея, чтобы здесь какие-то условия для приглашения, ну, наверное, точечных или повышения квалификации. Например, у меня был опыт, когда я работал в республике Саха-Якутии, мы договаривались с Щепкинским училищем, что они специальную группу под нас выделяют. Половину они оплачивают за счет контрольных цифр приема федеральных, бесплатно берут. Половину региональный бюджет оплачивает. В итоге там получалось, ну, для Якутии там чуть больше численность, там 15 человек в год получалось, которые готовились. То есть можем какую-то такую же программу продумать, она, в общем, показывает себя неплохой. Но понятно, что для этого нужна базовая здесь подготовка, чтобы ребята уже, ну, с определенным уровнем ехали. Но самое главное, чтобы они ехали, понимая, зачем им вернуться на Камчатку и как они здесь могут самореализоваться дальше. Помимо этого, на встрече поговорили о включении в школьную программу по истории героической обороны Петропавловска, содействии в съемках фильмов о Камчатке и нехватке кадров в учреждениях культуры.